Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital. Что называется, чтобы не быть скучным, постоянно, да, говорящей головой, хотим попробовать новый формат видео, который, с одной стороны, вопрос-ответ, с другой стороны, в споре рождается истина. И я хотел бы именно в этом видео поделиться сразу, ну, затронуть несколько вопросов. Вопросов, касающихся кредиты. Зло это или добро? Какие кредиты хорошие, какие кредиты плохие? Второе, я хочу поделиться своей собственной историей, как 4 года назад мой наставник полностью разрушил мое мировоззрение, мою философию по поводу того, что такое правильно, что такое неправильно, какие навыки в первую очередь нужно развивать в современном мире, как выстраивать свою жизненную стратегию, что является ключевым и почему на самом деле получается такая несправедливая ситуация, что 42-м людям этой планеты принадлежит столько же богатств, сколько и остальным 3,7 миллиардам бедных людей. Новый формат, новое изложение, интересное. Здесь будет моя собственная история. Если хотите посмотреть продолжение, проходите, слушайте. А мы сейчас начнем с того, что же делать с кредитами, бывают они хорошими или плохими. Поехали. Кредит это получается, ты берешь свое благосостояние из будущего и трачешь его сейчас. Иногда возникает вопрос, что так как у людей серьезные проблемы с управлением финансами, своими доходами и расходами, они в определенный момент времени оказываются, что они уже столько набрали благосостояние своего будущего, что они в текущее время становящиеся прошлым, а будущее становящееся настоящим, они оказываются в том, что из будущего взять уже взять нечего. И вот то, что они взяли, на них начинает сказываться вот это вот давление, давление настоящего, кредитная нагрузка. Оружие массового поражения 21 века. То есть получается, ты живешь, тебя никто не уничтожает, никакие там боевые действия не ведутся. У тебя забирают все, у тебя забирают все активы, какие есть, у тебя забирают возможность обучаться, повышать свою квалификацию, у тебя забирают возможность свободы уйти туда, куда ты хочешь, когда ты хочешь, поехать куда ты хочешь. Потому что ты должен работать на работу, и не дай бог, не дай бог, ты что-то на косячище тебя уволят. То есть получается, что кредит, он очень серьезно ограничивает свободу у людей. Свободу, причем связанную не только со свободой перемещения, выбора времени отдыха, момента отдыха, а свободу связанную в том числе и с, что более страшно в моем понимании, даже если говорить, что богатство семьи формируется из финансового капитала, интеллектуального капитала и человеческого капитала, то когда мы берем кредиты, получается, что мы вынуждены работать, мы держимся за работу. Поэтому мы боимся поговорить об увеличении заработной платы, как правило, потому что у нас высокие кредиты, а вдруг еще уволят или на меня кого-то найдут, если я про это поговорю. И в итоге получается, что вот этот базис финансового капитала, который является основой для создания интеллектуального капитала, ну вот предположим историю, у человека есть кредитная нагрузка, он работает, да, и вот он говорит, я хочу повысить свою квалификацию. Чтобы повысить квалификацию, мне нужно учиться, мне нужно меньше работать, мне нужно, может быть, вообще какое-то время даже не работать, посвятить себя еще и развить новые компетенции, чтобы у меня доход вырос в два раза. А у человека кредиты, у него нет возможности за это образование заплатить, у него нет возможности с работу идти на обучение, и все, капкан замкнулся. И тогда получается, что вот эти вот маркетинговые воздействия на личность, да, купи вот это, а вот это престижно, а вот это классно, а вот это круто, приводит к тому, что он опять набирает, тратит свое благосостояние будущего на сегодняшний момент. И все, клетка закрылась. Клетка может быть золотая, но это клетка. Из нее не вырваться. Чем раньше эти вот путы будут разомкнуты, тем лучше. Возникает вопрос, на что ты берешь кредит? То есть, есть два направления. В принципе, я в этом Киосаки давно сказал, написал. То есть, кредит может быть взят на потребление, и кредит может быть взят на создание прибавочной стоимости. Кредит на потребление – это слово самое большое, да, то есть, это путешествия в кредит, бытовая техника в кредит, это компьютеры в кредит, где развивается быстрая технология, вся бытовая техника, электроника, ну, то есть, любого рода потребления, что когда ты деньги взял и их съел, потребил, что ты купил, то это зло. Если говорить о том, что ты берешь кредит на образование, на обучение, а если ты берешь кредит в производстве, на создание средств в производстве, которые создадут тебе больше прибавочной стоимости, то есть, если денежные средства в конечном счете идут на то, что они позволят тебе создавать больше ценности за единицу времени, то в этом случае это, ну, условно назовем хороший кредит, здесь просто не нужно перегибать палку, потому что другие компании, наоборот, чрезмерно увлекаются такими кредитами. Опять же, я могу посмотреть на ноутбук, да, то есть, если я ноутбук покупаю для того, чтобы играть, смотреть почту, там, я не знаю, в соцсетях переписываться, то это, наверное, кредит на потребление. Если я, соответственно, это основное средство моего производства, то есть, мне нужно создавать презентации, мне нужно управлять командой, мне нужно управлять проектами, мне нужно проводить конференции, мне нужно проводить планерки, мне нужно проводить встречи с клиентами, которые могут находиться на другой части планеты, и это приносит мне деньги. И тогда возникает вопрос, Максим, зачем покупать, я знаю, ноутбук за 500 тысяч рублей, потому что, я говорю, для меня это важно. Он является средством моего основного производства. Где я с этим компьютером, там мое рабочее место, и я не привязан ни к чему. И тогда это получается для меня средство производства. Здесь, соответственно, опять нужно смотреть направление потока. Что вы в этом случае используете? Приносит ли вам больше денег эта покупка? Если это просто потребительство, ну, это опасно. Если это создает больше потребительской ценности вас лично, ну, то есть, являются средствами производства для вас, или знания новые приобретаются значительные, то это инвестиции. Обратно просто есть история, что, например, в Америке очень сильно молодежь закредитована как раз-таки за счет стоимости обучения. То есть, взятые кредиты на обучение, и сама стоимость обучения столь высока, что, например, сразу после окончания института, ну, как с ноутбуком, да, то же самое, да. То есть, ну, просто надо. Просто там заплатил, просто купил. А ты не знаешь, зачем тебе это нужно, как это соотносится с твоими способностями, с твоими талантами. У тебя нет карьерного консультанта. И, соответственно, вроде бы ты образование получил, деньги заплатил, выплачиваешь, да, а в итоге работаешь, там, я не знаю, официантом в Макдональдсе или барменом на баре. То есть, то же самое, на самом деле, есть и в обучении. И в России, кстати, в том числе. Печально. Почему печально? Ну, я просто понимаю, что, ну, во-первых, 90% моих знакомых, у них у всех есть кредиты, ипотеки. Я как-то, ну, папа мой выплачивает зарплату сотрудникам, и все сотрудники, типа, ой, можно раньше зарплату, можно раньше, у меня там кредиты, у меня там то, то, все. В 2017 году статистика была, 42 человека владеют таким же размером капитала, как 3,7 миллиарда самых бедных людей. Население Америки, Соединенных Штатов Америки, составляет 350 миллионов. 42 людям принадлежит столько же денег, сколько принадлежит 10 Америкам по численности населения. Почти 3 Китаям. Это только 42%. И получается, когда приводят пример, что 90% моих знакомых, да, они все кредиты в ипотеках и просят получить раньше зарплату, это люди, которые относятся к вот этим 3,7 миллиардам людей. То есть, они свою клетку захлопнули, все. Ну, то есть, если они сейчас чего-то не предпримут, если они не будут думать об увеличении активного дохода, закрытии кредитов, трансформации своей кредиторской задолженности в качественные активы, в средства производства, а не в потребление, то в этом случае, да, их ждет печальная судьба. 42 человека, они, соответственно, будут думать, а нужно ли нам такое количество бедных людей, которых нужно что-то кормить, чтобы они там не бузили, чтобы у нас с производства не отбирать не стали революции, поднимать не стали, голодные бунты или еще что-то. Это история из разряда, там, черно-черного лебедя, недавно, опять же, я говорю, прочитал, где есть страна Среднестан и есть страна Каранистан. И вот это вот как раз-таки история, это вот Каранистан, прям очень сильное разделение, прям колоссальное разделение. И опять-таки причиной является то, что даже когда люди понимают, в чем залог успеха, даже если они начинают развиваться, они начинают развиваться не с того. У меня в свое время наставник, который в 2017 году, даже не в 2017, а в 2019 году появился, да, то есть он вот разрушил все мое мировоззрение, которое формировалось, я не знаю, с 14 лет, с 14 до 38. Формировалось мое мировоззрение, мироощущение, что правильно, что неправильно, и он мне просто в одной части взял и это все разрушил. Он сказал, все не так. Вот все, что ты считаешь правильным, все с точностью наоборот. Вот то, как стоит развиваться, нужно все с точностью наоборот. Нужно воспитывать лидеров, нужно развивать человеческий капитал в стране. Этим занимаются единицы, это неблагодарная работа, это не приносит каких-то больших денег, да, но это вносит огромнейший вклад вообще во всю планету. И просто донести людям одну простую мысль, что начинать развиваться нужно не с того, куда пристроить деньги, чтобы они приросли. Ну хорошо, но будет у тебя 10 тысяч рублей, но сделаешь ты там, ну 50% годовых. Хорошо, не 50% годовых, в какой-нибудь блуд вяжешься там в крипту, да, сделаешь ты там X3. С 10 тысяч сделала X3, окей, 30 тысяч рублей, что ты с 30 тысячами будешь? Ты пойдешь туда же, чтобы сделать еще X3, окей, сделаешь еще X3, это 90 тысяч рублей. При прочих равных условиях человек может сказать, я получил офигенный результат, и соответственно у меня там прирост 1000% составил. Окей, что ты сделаешь со 180 тысячами рублей? Сейчас даже за границу там, ну это будет 3-4 звездочный отель на двоих поехать. Но какие риски ты при этом на себя принимал? И потому что ты пойдешь эти 180 тысяч, ты сам прекрасно поймешь, что 180 тысяч это вообще ни о чем. И ты опять туда же пойдешь на X3, да, и у тебя потом бац, и минус 99% твоего капитала. То есть у тебя там осталось 180 рублей со 180 тысяч. И ты такой, а в это время с твоим активным доходом ничего не произошло, от слова совсем. И ты вот и опять зарабатываешь 10 тысяч рублей, и опять идешь это, да, и пока вот так вот 3 раза не шлепнешься, не придешь к тому, что нужно идти по-другому, то есть нужно какую-то большую идею. Чем я люблю заниматься? Какие у меня способности природные, да? Соответственно, куда непосредственно двигаться? Какие люди мне в этом случае нужны? Что я могу сделать? Какую ценность я могу создать? Создаешь ценность для большего количества людей, и соответственно растешь с этими людьми, создавая им ценность, создавая им благо. Я благодарен, то есть сначала я там полгода, да, ходил убитый, когда просто там все вот эти вот умозаключения формировались, потом разрушились, да, а потом такой, ну блин, на самом деле классно, круто. И то, как это происходит сейчас, мне нравится гораздо больше, нежели чем то, как это происходило там с 2005 по 2019 год. Так, друзья, ну вот такой формат у нас состоялся. Я буду очень вам благодарен, если вы оставите обратную связь, стоят ли вот такие рассуждения о жизни, да, то есть некая такая полемика. Какие вещи, какие люди, какие наставники, какие мысли меняют лично мое мировоззрение? Как я прихожу к тому Максиму Петрову, который есть сейчас? Что для меня важно, что для меня ценно? Стоит продолжать или нет? Или все-таки вы хотели бы получить больше экспертных видео? Тогда напишите экспертные видео под комментарии. Может быть, вы хотите больше общих видео, сиюминутных, к текущему моменту, что делать в текущий момент, когда напишите текущий момент. Или же напишите клево комментарий, если хотите, чтобы мы продолжали такой формат. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok